Грузинский авторитет родился в Тбилиси в 1954-м. Рос он неблагополучным ребенком, а затем и вовсе выбрал для себя криминальную карьеру. В 1971-м, когда ему исполнилось только 17, его уже задержали за нанесение легких повреждений. Примерно в это же время его короновали трое уважаемых законников – Интеллигент, Культяпы и Сарик Авлабарский. В 1974-м Дьяковнишвили был осужден армянским судом за разбой на 5 лет. В 1986-м вновь попал в тюрьму, где пробыл до 1988-го. Авторитет активно участвовал в воровской деятельности, посещал сходки, решал вопросы. Всего на текущий момент у него насчитывается 13 крестников. Во время сходок и встреч его часто задерживали. В 1991-м Гия был арестован за хранение наркотиков в Тбилиси. В 2003-м его задержали в Москве в одном из кафе с группой коллег. В 2005-м в казино в компании Шакро Молодого и Мамуки Микеладзе. В 2006-м вор в законе был арестован за хранение наркотиков. Суд приговорил его к 3-м годам и по всем расчетам авторитет должен был выйти не раньше 2009-го. Однако он вышел на 2 года раньше, пользуясь тем, что его организм, измученный постоянным употреблением наркотиков, не справлялся. И авторитет болел несколькими хроническими заболеваниями сразу. Вор в законе поддерживал клан деда Хасана. Он поставил свою подпись в 2009-м под прогоном о лишении титула Тариэла Аняни, Тару, давнего противника Усаяна. В 2013-м Гия был вновь арестован, при нем нашли наркотики. Суд авторитет заявился в инвалидной коляске, что не могло не произвести впечатление на судью. А делался тогда вор в законе сроком в полтора года, со строчкой на 4. Гия Длина считается одним из самых влиятельных грузинских законников, проживающих в российской столице. Его хорошо знают и уважают как славянские авторитеты, так и его собственные соотечественники.